Помогать не страшно. Страшно оставаться в стороне, когда плохо другим. Так считает эта хрупкая девушка по имени Белла. Уже несколько лет она занимается косметологией, делая женщин красивыми. А теперь решила, что её помощь нужна и тем, кто болеет коронавирусом. Листая в соцсети, она прочла пост на странице главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, что в республике формируется резерв из добровольцев, готовых отправиться в ковид-госпитали. И сразу оставила комментарии о своей готовности, на что получила немедленный ответ от Министерства здравоохранения. Это не было таким решением. Просто я понимаю, что если нужен резерв, и у меня как раз есть обе вакцины, и я подумала, если бы позвали, я бы, наверное, пошла бы и помогла. Была когда первая волна, я видела всю эту панику, нехватку. И у моей подружки в госпитале мама погибла, которая, в принципе, за пару часов до этого с ней по телефону разговаривала по видеосвязи, было всё нормально. Если есть возможность, помочь. Всю ответственность своего решения Бэлла понимает и готова отправиться в ковид-госпиталь в самое ближайшее время. У меня болела сестра старшая, и прям очень тяжело болела. Я вот и капельницы ставила, и ухаживала. Я видела весь процесс от начала и со всеми последствиями. Поэтому я понимаю, что это такое. Я понимаю, что это там гораздо опаснее, чем просто на улице. Но когда ты хочешь туда пойти, это скорее уже как принятие решения. Мне кажется, так. Сами сотрудники медицинских учреждений, на базе которых работают ковид-госпитали, уверяют, что помощь волонтёров очень важна. Ведь они помогают не только пациентам, но и медработникам. Поэтому добровольцам там всегда рады. Работа волонтёра в красной зоне очень востребована. То есть есть момент ухода за больным, оказание ему помощи по приёму пищи, по перемещению, там какие-то гигиенические мероприятия, там поднести еду. Помимо этого ещё есть моменты помощи и медицинскому персоналу. То есть транспортировка, допустим, каких-то документов, да, там отнести, принести, не находясь в красной зоне. Это перемещение каких-то лабораторных исследований. Это обеспечение водой. То есть мы вот эту воду получаем. На сегодняшний день в республике функционируют четыре ковид-госпиталя. И в каждом требуется помощь добровольцев. Поэтому таких людей, как Белла Хапаева, заносят в специальный список, чтобы в дальнейшем обращаться к ним за помощью. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24.